Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город». Вы смотрите программу «Время говорить» и поговорим сегодня, как обычно, о том, чем жила и что обсуждала Рязань. Главные темы нашего с вами вторника в кратком изложении таковы. Еще один начальник стал известен об аресте бывшего руководителя регионального антинаркотического управления Игоря Туровского. Они вернулись и завершилась северокавказская командировка рязанских ОМОНовцев сегодня в программе интервью с заместителем командира элитного подразделения. Черная плесень. В нашем эфире очередной репортаж из цикла «Так и живем». А теперь обо всем подробно и начнем с известия об аресте бывшего начальника регионального антинаркотического ведомства Игоря Туровского. Таким образом продолжилось разбирательство по делу, в котором и фигурирует экс-начальник Рязанского областного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Почти год назад Игорь Туровский был обвинен в вымогательстве взятки. Все уже было подумали, что больше он не появится на Рязанской номенклатурной авансцене. Однако Игорь Викторович неожиданно вновь возник в качестве руководителя Рязанского УФСКН и даже председательствовал на расширенном заседании ведомственной коллегии по итогам работы в первом полугодии 2014-го. Информация к свезению. Игорь Викторович Туровский родился в 1962 году в Рязани, в 1985 году окончил Кауновскую специальную среднюю школу милиции, в 1990 году высшую юридическую заочную школу МВД, с 2001 года возглавлял управление по борьбе с незаконным оборотом наркотиков при областном УВД, в 2003-2006 годах замначальника управления УФСКН по Рязанской области, с 2006 года начальник УФСКН по Костромской области, 20 января 2012 года назначен начальником УФСКН по Рязанской области, генерал-майор полиции Игорь Туровский был награжден медалями Жукова и за охрану общественного порядка. Вот отрывок из интервью, в которое Игорь Туровский дал изданию МК в Рязани в марте 2012 года, когда он начинал работать на посту начальника регионального антинаркотического управления. «Несмотря на то, что я долго жил в Костроме, часто приезжал в Рязань. Я сравниваю сегодняшнюю Рязань с началом 2000-х годов, когда мы, что называется, зачистили город от наркотиков. За месяц работы убедился, что ситуацию упустили. Рязань буквально заполонена наркотиками, причем это произошло в последние годы». Еще одна выдержка из интервью. Я сюда направлен указом президента России, и если руководство федеральной службы так решило, значит, оно мне доверяет. Меня сюда направили как раз для того, чтобы разгрести эти Авгеевы конюшни. И я готов к тому, что будут письма, жалобы. Я это уже проходил. Когда приехал в Кострому, на меня дважды писали президенту, сначала Путину, потом Медведеву. Приехали, проверили, разобрались. Если я буду работать честно, по закону мне ничего не страшно. Надо отметить, что Игорь Туровский всегда активно взаимодействовал с рязанской прессой. При нем работа антинаркотического ведомства стала более открытой, разумеется, в тех рамках, которые дозволены законом и обусловлены служебной необходимостью. Продолжаем программу. На днях из служебной командировки на Северный Кавказ вернулся отряд рязанского ОМОНа. Действовали бойцы четко, оперативно, а главное, вернулись домой без потерь. Сегодня в нашей программе экспресс-интервью о работе этого элитного подразделения. Трехмесячная служебная командировка рязанских ОМОНовцев проходила в Чеченской Республике в городе Грозном. На прошлой неделе отряд бойцов без потерь вернулся домой. За добросовестное исполнение служебных обязанностей сотрудников рязанского ОМОНа наградил начальник регионального управления полиции Николай Пилюгин. Ситуация была. То есть в одном из адресов, которые в городе Грозном, по информации, были вооруженные люди. И прежде, соответственно, прежде чем туда могла зайти следственная группа, мы должны этот адрес были проверить. Соответственно, с ребятами выехали, со всеми мерами предосторожности вошли в этот адрес. Сейчас, слава богу, скажем так, никакого сопротивления нам там оказано не было. То есть мы проверили адрес на предмет того, что не было там ни оружия, ничего. Ну и дальше уже начали сотрудники следственных органов выполнять свою, скажем так, работу. Также мы выезжали в горную лесистую местность, в такие районы, как Аргунское ущелье, там наслышано уже об этом. Там выполнялись определенные задачи. Так называемая проверка паспортного режима была. Ну, соответственно, сами понимаете, что под этой проверкой понималось. Опять же, выявление все тех же людей, которые причастны к банк-группам. Рязанские ОМОНовцы несут службу в Чеченской Республике регулярно с начала кампании по восстановлению конституционного порядка. За прошедшее время, и это признают сами бойцы, тамошняя ранее неспокойная жизнь вернулась в мирное русло. Что касается обстановки, естественно, она изменилась. Изменилась, я считаю, что в лучшую сторону. То есть, то, что уже в городе течет нормальная жизнь, то, что могу повториться, допустим, что ездят маршрутные такси, там работают магазины. То есть, ну, если выехать в город и посмотреть, это как жизнь течет, как у нас на родине, скажем так. Все замечательно и прекрасно. Сейчас рязанские ОМОНовцы несут службу уже в Рязани. Здесь также, как и на Северном Кавказе, отряд бойцов особого назначения помогает рязанским полицейским задерживать преступников. А кроме того, бойцы ОМОН обеспечивают безопасность горожан во время общественных праздников и массовых мероприятий. Рязанские следователи завершили работу по делу о резонансном преступлении, совершенном в начале этого лета. Напомним, 2 июня на территории одной из рязанских школ было обнаружено бездыханное тело женщины с более чем явными признаками насильственной смерти. Подозреваемый в совершении злодеяния был установлен и задержан по горячим следам. С подробностями о ходе расследования Оксана Тебенихина. Этим летом на территории одной из школ Московского района было найдено тело убитой женщины. Горло погибшей было буквально разорвано. Несколько дней полицейские совместно со следователями пытались найти преступника. Как выяснилось позже, убийцей оказался молодой человек, выпивавший тот вечер в компании друзей, в число которых и входила в будущее жертва. Мужчина обвинил ее в том, что она якобы украла сотовый телефон у их общей знакомой. Женщина свою вину не признала, за что и получила смертельный удар. Он нашел на земле бутылку, разбил ее и горлышком от этой бутылки нанес целенаправленный удар в шею погибшей. После этого совершил еще три удара, также в область шеи. От нанесенных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте совершенного преступления. После убийства наш обвиняемый оттащил в сторону труп погибшей, где и оставили, и с места совершения преступления скрылся. Таковы ценности у некоторых представителей современного общества. Мы молимся на телефоны, а человеческую жизнь ставим на последнее место. Убийце грозит до 16 лет лишения свободы, но окончательную меру наказания, как всегда, определит суд. Сегодня мы продолжаем цикл репортажей, объединенных рубрикой «Так и живем». Похоже, проект пришелся по душе горожанам, многие из которых только в нем и видят возможность, во-первых, отстоять собственную правоту, во-вторых, излить душу и поведать рязанскому миру о наболевшем. Слово Глеба Галушкину. Многодетная семья Хаматулиных переехала в трехкомнатную квартиру по адресу 3-й бутырки, дом 3, корпус 9, около двух лет назад. И буквально через месяц они обнаружили черную плесень на окнах. Постепенно она стала расползаться по квартире, и сейчас ее следы уже заметны во всех жилых комнатах, в ванной и даже на балконе. Над окном, на лоджии, над лоджией, тоже все было покрыто толстым слоем плесени. Противоположная стена, если вы посмотрите, она тоже была вся в плесени. И поскольку сюда, на эту лоджию, выходит у нас и кухонная дверь, и дверь с комнаты двойняшек, проветрить комнату и у детей, и на кухне было невозможно. И врач детский нам вообще запретил проветрить помещение, так как у одной из девочек у нас серьезные заболевания кожные экземы. То есть ей дышать плесень так же, как и нам было противопоказано. По мнению Ольги Александровны, плесень появилась из-за недоделок при строительстве. Наружные углы дома должным образом до сих пор не утеплены. С жалобами на черную плетень Ольга с мужем обращались во многие инстанции, в местные же областную жилищную инспекцию своему застройщику. В итоге работники строительной компании, на гарантии которой находится сейчас эта многоэтажка на третьих бутырках, сбили плесень перфораторами и установили пластиковые откосы на окнах и панели в лоджии. Я добилась того, чтобы нам полностью поменяли все окна в квартире, так как независимая экспертиза в марте этого года установила, что окна установлены очень некачественные, окна промерзали все. И мы затыкали дыры буквально одеялами прошлой зимой. Нам поставили еще в жилые комнаты у детей и у нас с мужем вентиляционные клапаны. То есть если на улице сильный ветер и вы придете к нам в гости, вы услышите необыкновенный свист, как будто у нас соловьи в доме поют. Это работает вентиляция такая, оконная. Но при этом вентиляция ни в ванне, ни на кухне не работает. Однако плесень уходить не собирается. В квартире трудно дышать и у членов семьи начались проблемы со здоровьем. К сожалению, дождались плачевных результатов. У сына у меня предраковые заболевания, его не взяли в армию. У него было уже дважды воспаление легких. Мы с мужем постоянно кашляем, дети наши постоянно болеют. То есть после переезда в эту квартиру мы стали чувствовать себя намного хуже. Хотя до этого жили в двухкомнатной квартире Семирон на 27 метрах. Здесь у нас 87,3 квадратных метра. Казалось бы, свобода, дышать свободно. Но, к сожалению, дышать уже не хочется. В любую свободную минуту мы стараемся уходить на улицу, особенно летом. Сейчас семья Хаматулиных собирает документы, чтобы эту квартиру признали непригодной для жизни. В общем, это очередная история на тему брака при строительстве жилых домов, когда из-за халатности или жадности застройщика люди вынуждены расплачиваться неудобствами, а порой и своим здоровьем. На деле получается, что исправление недоделок – это забота самих жителей, но никак не строителей. К сожалению, такие случаи в нашем городе отнюдь не редкость. Сегодня Рязанский бассейн «Аквамед», расположенный в студгородке Медицинского университета, в очередной раз подтвердил статус максимально открытого спортивного объекта. Вокруг него формируется физкультурно-спортивная жизнь микрорайона. Здесь не только соревнуются пловцы, но и обучаются школьники, проводятся уроки, а также занимаются дети с ограниченными возможностями. В бассейне Рязанского медуниверситета «Аквамед» помимо студентов занимаются и ученики из соседних школ, а также просто местные жители. Таким образом, руководство вуза старается помочь укрепить здоровье горожанам, предоставляя возможность заниматься плаванием в удобное время. А недавно достигнута договоренность с городским управлением физкультуры и массового спорта о том, чтобы бассейн «Аквамед» могли посещать рязанцы с ограниченными возможностями. Мы благодарны ректору университета Калинину Роману Евгеньевичу, который предоставил время занятий на воде совершенно бесплатно. И будут заниматься дети не только общеобразовательных школ, детских спортивных школ, но и люди с ограниченными возможностями. Мы открыли новое направление в работе, развитие адаптивных видов спорта. Поэтому приглашаем всех принять участие и заниматься плаванием. В этом году у нас рекордное количество записавшихся детей в детскую спортивную школу. 3 492 ребенка. Из них 220 детей записались в детскую спортивную школу «Волна», где развивается именно плавание. Это был последний материал сегодняшнего выпуска. А наш эфир продолжит программу подробностей. Сегодня ее ведет Олеся Харлина. Гостем в студии будет руководитель отдела карминалистики регионального следственного управления Виталий Бочкарев. Речь пойдет о работе по самым резонансным делам. О том, каким оснащением располагают рязанские эксперты. И, разумеется, о наших специалистах, с которых хоть персонажей сериала след пишет. Мастера своего дела, одним словом. Всего доброго. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова